Добрый день, это программа Paradox, студия ведущая Степана Демора, телефон студии 65996, код города 495, звоните, задавайте вопросы. А чем мы пытаемся понять логику, которой руководствовался Медведев, подписывая постановление о поэтапном введении социальной, подчеркиваю, социальной нормы потребления электроэнергии? С 2014 года по всей России социальная норма составит 70 кВт в час в месяц. Все, что свыше, якобы мы будем платить в 2 или 3 раза дороже. Я не поленился, посмотрел на характеристики своего холодильника. Холодильник непростой, энергосберегающий, семенс, понимаете ли, европейские традиции. Так вот эта зараза в месяц жрет 40 кВт в час, киловатт в час от 40 до 45. Значит, если посмотреть на те холодильники, которые продаются у нас, там, скажем, до 20 тысяч, они не энергосберегающие. Ну, то есть энергосберегающие, там, что-то, по-моему, 2 или 3 звезды, что-то такое хитрое, европейская классификация. Значит, они где-то кушают, наверное, 60-70 кВт в час. То есть вот один холодильник уже всю вашу социальную норму выберет. Значит, мы эффективно будем платить в 2-3 раза больше за электроэнергию с 1 января 2014 года. Вот, чтобы понять логику нашего уважаемого правительства, которое заботится о социальном обществе и социальных проблемах и выполняет наказы президента по решению социальных задач, у нас, я пригласил сегодня в гости Сергея Пикина, директора Фонда энергетического развития и Василия Калташова, руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Добрый день, господа, спасибо, что пришли. Вот объясните мне простому обывателю, почему я снова должен платить больше за электроэнергию. Или я заблуждаю? О, пожалуйста, Сергей. Здравствуйте. На самом деле, 70 киловатт нет такой нормы, да, есть 70% от среднего потребления, и в каждом регионе это будет разная норма. Я это взял с сайта rbk.ru, вы хотите сказать, что они не правы. Они не правы, да. Вот если читать постановление, да, а не сайт rbk.ru, то есть реально то, что подписал Дмитрий Анатольевич Медведев, да, там написано, что в каждом регионе будет установлена своя норма потребления. Там, где холодно, она больше, там, где теплее, она меньше. То есть зависит от среднего потребления каждого региона. И будет браться 70% это минимальная планка, которая подпадает под соц. норму. Есть максимальная планка, которая может быть и выше, по смотрению региональных властей. Она может быть 80%, 90%. От среднего потребления? От среднего потребления. А как они будут высчитывать среднее потребление? Ну, это есть информация, у всех же есть счета ежемесячные, которые оплачиваются, есть база статистики у местных сбытовых компаний, которые могут это все посчитать. Это весьма несложные альфметические действия. И при этом это норма на каждого человека. То есть... А, не на жилище? Не на жилище, да. Слушайте, я как прочитал, я вот сделал ошибку и не полез на сайт министерства. Это вот... Не надо читать утром неправильный сайт. Но, 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 Милк, РБК, это они взяли у российской газеты. Ну, знаете, да, люди просто не всегда читают постановление правительства, поэтому порой перевирают информацию, которая написана. Но там уже легче получается. Не все так страшно. Вот, по большому счету, я анализировал вот эту информацию и смотрел на типовую квартиру, что происходит. Практически ничего не изменится. То есть большая часть потребления попадет под эту норму мало где. Это редкие исключения, где будет сверх этой нормы потребляться по более высоким тарифам. То есть будет потребляться там, где реально есть большое потребление. Но не из-за одного холодильника, а из-за того, что, ну, квадратура чуть другая помещение и немножко большее количество разных примамбасов там. Средняя квартира, она практически не изменится. Просто будет часть потребления по чуть более низкому тарифу по норме. Может быть, будут какие-то перепады чуть выше, но в среднем, скорее всего, счета практически не поменяются. При этом различные категории помещений, они будут тоже по-разному оплачиваться. Если у вас есть электрическая плита, коэффициент выше, норма больше. Если у вас ветхое помещение, там еще более высокий коэффициент. Если вы пенсионер, еще более высокий коэффициент. То есть вот такого, что холодильник все сожрет и ничего не останется, вот точно не про это. Это не про то. Я как-то так, честно говоря, я даже не удивился. Думаю, о, молодцы. Ну, знаете, с учетом последних политических тенденций, может быть, такое возможно. Но хотя, на мой взгляд, все-таки это был бы перебор. Не, ну не, потому что то, что вы говорите, оно имеет смысл. Абсолютно, конечно. Потому что то, что я прочитал... А теперь объясню, зачем это нужно. Да. Вот для чего, да? Вдруг захотели платить почему-то по-другому. Вот зачем? А очень просто. Каждый год наша отечественная промышленность переплачивает за различные категории потребителей по разным оценкам. От 200, по самому скромному, до 300 с копейками миллиардов рублей за то, чтобы разные категории потребителей, а в основном это граждане, платили чуть ниже, чем то, что на самом деле это стоит. А почему, вот, я, да, это такой факт имеет место быть. У меня просто сразу возникает вопрос, а что у нас такая электроэнергия дорогая вообще? Она сильно завышенная по цене, Степан. Позволите мне тоже вместе свою ленту, да? Да. Я бы хотел посмотреть на проблему с точки зрения макроэкономики, да, того, что у нас, собственно, происходит с экономикой. Извините, просто перевью, просто, если я не ошибаюсь, мы на втором месте после Болгарии в Европе, а они бунтуют из-за ценной электроэнергии. Цены завышены, об этом не раз писали и говорили эксперты энергетики, различные независимые, завышены очень сильно, в разы, и здесь даже не в этом дело. Да, вот вы сказали про холодильник, мне сразу захотелось пошутить на предмет того, что холодильник это в России прибор сезонный, и, может быть, на зиму его можно и отключать для энергосбережения и построения зеленой экономики. Ну, а, видимо, зеленая экономика у нас уже не зеленая, а какая-то такая желтая, потому что за полгода у нас происходит спад, падение экспорта идет там по разным показателям, там алюминий, например, более чем на 7% за полгода, есть падение привывоза нефти на 1,2%, то есть вот ситуация очень-очень нехорошая. В то же время есть Китай, в который стараются продать как можно больше электроэнергии, и есть проблема с низкими, сравнительно низкими ценами в Китае. И вот кто-то должен субсидировать, кто-то должен субсидировать. Вот я, честно говоря, не уверен в том, что введение вот этих вот пайков, да, оно приведет к тому, что люди будут платить не меньше, чем они платили. Я думаю, они будут платить больше, и именно ради этого все и затеяно. Ну, а здесь есть две проблемы еще. Во-первых, проблема — это сама правовая основа пайка. Да что, извините, что такое паек? Да что у нас? Ядерная война. Почему у нас эти пайки? С чего бы это? Конечно, если учесть, что у нас огромное количество электроэнергии поставляется в Китай, да, действительно, россиян пора переводить еще не на такие пайки, для того, чтобы, ну, как в формуле, не доедим, там, не досогреемся, не дохолодим, а вывезем. Ну, это как с неба звездочка упала, прямо милому в штаны, ничего, что все пропало, лишь бы не было войны. Так получается? Да, получается так. Ну, а есть вторая проблема — это бюрократизация, потому что нужно все это высчитывать. То есть есть, когда есть просто тариф, мы городим бюрократию. И в конечном итоге, вот откуда, да, вот этот паек, да, откуда эта вся политика попытки как-то вот вроде бы сэкономить на самом деле? Ведь ясно, что правительство стремится к минимализации расходов и у бизнеса, и как-то в каком-то смысле у себя. Это часть о политике жесткой экономии, которую Россия перешла, вот уже примерно полгода наиболее активно. И это такая вполне европейская антикризисная политика, когда пояса будут затягивать на население, и население будет рассказывать, что оно слишком хорошо живет для того, чтобы экономика росла, оно слишком дешевую энергию получает, а при этом на самом деле, конечно, население будет субсидировать ту самую промышленность, субсидировать, причем даже не собственную промышленность, а китайскую промышленность, вероятно. Вот в такой ситуации мы оказываемся. Это крайне грустная картина. А на цифрах, вот если посмотреть, потому что Сергей говорит о том, что у нас промышленность субсидирует. Ну, те компании, которые сами владеют генерирующими компаниями, собственно, для чего произошло расчленение РАО ЕС отчасти, они возвращают себе то, что они как бы переплачивают, поэтому страдают определенные только часть промышленности, а часть промышленности оказывается выигрыши. Ну и плюс я сторонник того, что, той точки зрения, что цены у нас сильно завышены за электроэнергию, они, в принципе, находятся на высоком уровне, да, то есть вот про Болгарию вы справедливо сказали, и хорошо бы их снижать, а не вводить какие-то пайки, не бюрократизировать процессы, не субсидировать таким образом, как, я полагаю, Китай. — На самом деле, так, для справки, в Китае мы поставляем не менее 1% от общего объема выработки в России, поэтому про Китай это, ну, извините, не про ту оперу совсем. — Нет, но с учетом падения российской экономики это направление будет иметь большее значение, и на Китае не случайно остается... — Возможно, но не в этом десятилетии. — Давайте разберемся, Сергей, вот вы сказали, что промышленность субсидирует потребителя. На чем? — Разные потребители, разные, не только граждане. На самом деле, очень много доплачивает не только крупная промышленность, но даже средняя, вот те, кто... — А когда вы говорите, что недоплачивают, на чем основано это утверждение? — А вы знаете, каждый год утверждаются тарифы, да, и когда местные региональные власти в каждом регионе свои тарифы утверждают тарифы, они для одной категории делают чуть побольше или чуть поменьше. — Это пошло сейчас с 90-х годов, когда была задача поддержать население, сделать, даже не расти тарифы, такая задача стояла. — С тех пор эта задача так и стоит. То есть тарифы растут, но вот те предпосылки, которые были заложены тогда еще, в 90-е годы, они так и работают до сих пор. И промышленность разная, повторюсь, крупная, средняя, имеет свои стоимости за киловатт, вместо того, чтобы она стоила, условно говоря, полтора, два рубля за киловатт в час, она платит там три рубля, четыре рубля. — Я просто в свое время, извините вас, перерываю, я просто в свое время познакомился с работой замечательной компании, называлась она «Белгород Энерго». Генерирующих мы снащили, нет. — Это сетевая компания. — Сетевая компания, но тогда это было... — Объединенное общество. — Да, да, да. — Ну, я расскажу эту историю после перерыва, мы уходим на новостной перерыв, оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире, обсуждаем мы постановление, которое подписал Медведев о том, что с 2014 года непонятно, что мы будем платить. Вот 70% у нас будет социальный тариф, все, что выше 70% от среднего потребления по какому-то региону, будет якобы стоить 20-30 раз дороже. Ну, вообще, к теме электроэнергетики мы перешли. Ну, вот, продолжаю рассказ об этом замечательном предприятии «Белгород Энерго». Что они делали? Ну, я думаю, такая практика повсеместна. Каждый раз они заносили чемоданчик в комиссию по тарифу, комиссия по тарифу брала чемоданчик и установила тариф. Они покупали электроэнергию, продавали дороже. Все остальное клали все в карман. Тут еще один факт оказался, я столкнулся, тоже поразительно. Значит, у нас есть такая компания, по-моему, «Инель», да, это УГК-5. По-моему, они единственные, кто построил генерирующие мощности за последние многое. Ну, мощные мощности. Так, значит, там и строили было следующее. Сначала у них был заграничный менеджер. Все было хорошо. Потом, значит, они взяли таких чубасят менеджеров. Чубасят как раз строили все это дело. Вы знаете, за сколько они заливали куб бетона? Ну, прикиньте так. За тысячу долларов. На рынке это стоит сто. Вот откуда берутся такие тарифы. Я сейчас посмотрел, вот нашел по Китаю данные. Значит, данные по Китаю тут поразительные. Вот вы скажите, прав или нет, но нашел я вот такой очень интересный. Отчет за 2009 год экономикой управления автор Александр Губенко и кандидат экономической наук Константин Таценко. Вот они утверждают, что в Китае продается электроэнергия в 10 раз дешевле, чем потребляется на Дальнем Востоке. Это вообще как? Ну, это вполне логично. Ну, опять-таки, они путают тарифы для населения и оптовая цена на рынке. А почему тогда наша промышленность не может в 10 раз дешевле покупать, чем китайцы? На Дальнем Востоке действуют тарифы для промышленности. Там отчасти промышленность покупает по каким-то своим... Ну, смотрите, если промышленность будет покупать по таким же тарифам, тогда тарифы для населения будут другие. А почему, слушайте, если они продают в 10 раз, а почему они другие? Ну, потому что тогда они будут вынуждены... Кто-то же должен внести нагрузку за население. Либо население, либо промышленность. Менеджеры должны внести нагрузку. Ребята, сделайте компании эффективными. Ну, знаете, Китай — это вообще отдельное направление. Оно чем для России стало таким интересным? Это типа очень большой рынок, потенциально большой рынок. Поэтому сейчас... Поэтому Роснефть продает по 60 долларов за баррель. Да, пытается задешево зайти, что якобы через 10 лет это все окупится. Ну, это некая политика, другая, да, политика, не касающаяся в нужных ценах. Хорошо, давайте возьмем телефон. Сейчас у нас есть телефонный звонок. Добрый день, Андрей. Алло, добрый день. Я хотел немножечко по Китаю развить мысль. То есть вот разница в 10 раз достаточно странная сама по себе. И вот, скажем так, нет у меня никакой веры, что, скажем, всего 1% от общей выработки энергии туда уходит. Просто, судя по всему происходящему, мне кажется, что с каждым годом все больше и больше туда уходит в процентном соотношении. И вот насчет в целом самой мысли, что, скажем, это плохо, что потребители в виде граждан субсидируются. То есть не считай, что это плохо. Ведь у нас специальное государство социальное. То есть ничего в этом проходит. Конституция написана, да. То есть и пусть, и пусть. А просто ситуация настолько уже выглядит абсурдно, как все равно, что если, допустим, у моей семьи дети, я им из холодильника продаю цены, продаю продукты по цене, скажем, выше, чем даже на соседнем рынке. И говорю им, детишки, ну вот давайте, приспосабливайтесь как-то. Экономика рыночная, все дела. Вот, то есть в данный момент все выглядит именно так абсурдно. Вот, и еще такой нюанс, вот если вы уже говорили про эту справедливость, так сказать, рыночную, то было бы правильно гражданам вместе с этим энергопайком также выплачивать ренту, аналогично, как это делается в Саудовской Аравии. Там же с каждого добытого барреля гражданин Саудовской Аравии получает денежку. А у нас почему-то вот эта часть отсутствует, зато очень перетрафирована, так сказать, вот эта рыночная, условно назовем, экономика. Поэтому, если сказали А, говорите и Б, я буду рад платить эту социальную норму, и там сверх нее, если мне будет выплачиваться рента за то, что добывают деньги принадлежащие Российской Федерации, то бишь ее население. Вы не путайте, вы не путайте две вещи, федерацию, население, вы так далеко не заходите, не надо, не надо. Почитайте Конституцию и задайтесь вопросом, что такое многонациональный народ для начала, я вот до сих пор не могу понять. У нас вообще интерес Конституции. И у нас еще есть телефон звонок. Сергей, добрый день. Добрый день, Степан. Добрый день, уважаемые гости. Вас слушают, да? Хотел бы прежде всего очень кратенько поблагодарить вас за данную программу. Очень хорошо, что вы существуете, вы строите такие острые темы. Спасибо. По существу вопросов. Вот, посмотрите. А, Сергей, Сергей, у вас приемник работает? Да, работает, я его приглушил. А, все, хорошо. Спасибо. Хотелось бы задать гостям вопрос. А вот как в данной ситуации будут жить садоводческие товарищества? Или те, кто, например, у кого нет возможности провести газ, и отапливаются они с помощью электричества? Например, вот я, в частности, живой пример. У меня получается, грубо говоря, в зимний месяц, в зимний месяц, порядка 16-18 тысяч в месяц за электроэнергию, чтобы отопить дом. Да, знакомая ситуация. Вот как быть в данной ситуации? Ну, смотрите, значит, логика такая, что поскольку вы можете себе позволить жить за городом, да, значит, вы человек состоятельный, соответственно, будете платить много. Нет? Вы знаете, Степан, есть еще европейское решение. В Южной Европе топят мусором. Ну, там вообще-то... Ставят буржуйки и сжигают мусор. Ну, там еще дерьмом топят брикетами. Кстати, очень эффективные котлы. Поразительно по эффективности. Два брикета на ночь, такие вот маленькие. Все, котел. Вот вам и пайки. Другой путь. А, то есть это как энергосберегающие лампочки, что ли? Примерно такая же. Они, по-моему, у нас заглохла эта тема, да? Да нет. Заглохла эта тема. Сейчас, я думаю, будут еще больше эти. То, что они вредны для здоровья, для глаз. Нет, ну, есть же другие светодиодные. Нет, просто поймите меня правильно, но каждая любая вот инициатива правительства, почему-то она оборачивается тем, что мы должны платить больше, больше и больше. Да, это объективная логика. Так это происходит постоянно. Возможно, получится. Я уверен, что получится. Даже скорее так получится в конечном итоге. А все потому, что у нас не социальное государство. Вот это большая... А в институции написано. Ну, как в Исаймске много что написано. Знаете, объективно, да. Но не социальное совсем. Вы знаете, Степан, на мой взгляд... Извините, а зачем это вообще делается? Скажем так, давайте поставим вопрос так. У нас постоянно растут тарифы на электроэнергию. Чем вызван этот рост? Потому что на бензин и про понятно, да. Были высокие цены на нефть, бензин дорожал. Нефть упала, бензин дорожал, потому что увеличили налоги резко. Налоговая составляющая цена на бензин. А вот электричество, почему у нас постоянно дорожает? Три составляющие. Первое. Высокие издержки. Традиционно высокие издержки. По разным причинам. Высокие. Вторая причина. Растет стоимость газа. Тариф на газ, он постоянно повышается, потому что нашему национальному состоянию тоже нужны деньги. Ну, футболистов дорогих покупают. И третье, да. Надо что-то строить, какие-то деньги. Потому что мощности ветшают. Они порой и разваливаются. Надо строить. А деньги не бывают из воздуха. Если деньги пришли, их надо отдавать. Отдавать откуда? Только один источник из тарифа. Альтернатива. Все перевести на государство, чтобы государство все платило. Оно не готово к этому. Вот и все. Вы понимаете, еще вот эта составляющая, надо строить, она все время увеличивается, потому что никто ничего не строит. Не, ну, подождите. Была же ведь реформа РАОС, там декларировалось, что прибегут иностранные инвесторы, и электроэнергия подошли в два раза. А фактически, да, фактически что произошло? На самом деле, про два раза никто не говорил. Фактически, пришли иностранные инвесторы, они построили НЛ, ИОН, Фортун, много компаний, и российские построили компании. Достаточно много было введено за последние годы, и несколько сотен миллиардов рублей было потрачено именно на то, чтобы построили. Но вопрос другого. Есть еще сети, на которые инвесторы не приходили. Сети – это естественное наполе, которое до сих пор находится в руках государства. И государство либо должно туда давать деньги, либо устанавливать для этих компаний соответствующие тарифы, чтобы платили потребители. Вот и все. Вот вся альтернатива. То есть, все заканчивается на потребителе, грубо говоря. Ну, а кто еще? Существует доход два. Либо карманный потребитель, либо государство, которое все равно возьмет из карманного потребителя, но через налоги. Ну, через налоги, да. Ну, так что другого не дано. Либо, конечно, есть еще третий вариант, да, это печатный станок или некие инвестиции из НЕ, на которые пока… Это табу, это инфляция. Да, но это непопулярно. Хотя сейчас хотели же распечатать инвестиционный фонд. Пенсионный фонд, хотят на его деньги построить Южный поток. Когда сильно стоит на пункт. Вот национальное благостояние, РЖД, вот сейчас уже фактически туда уже пришло. Поэтому тоже вариант для инвестиций. Вы знаете, мне кажется, Степан, что заявление Медведева о энергопайках, оно ложится полностью вот в ряд всех мер, которые у нас принимаются. Ну, в частности, это наступление на Российскую Академию Наук, да, фактически разгром Иран, который у нас происходит. Потом то же самое, это повышение тарифов, которое произошло на протяжении последнего года. Еще один элемент — это ослабление рубля. То есть, безусловно, вот если этот элемент, эти энергопайки положить в этот блок, то, в общем, он туда органично входит, и можно полагать, что население действительно будет платить больше. И самое главное, и самое интересное, что это часть той антикризисной политики, которая у нас сегодня выработана, потому что кризис в экономике уже есть. А в чем заключается тогда, на ваш взгляд, вот эта антикризисная политика? Население должно платить за все? Безусловно, политика вполне по европейским стандартам, то есть политика жесткой экономии, когда основная нагрузка на население, нагрузка все время увеличивается, средства перераспределяются от населения в пользу бизнеса под разными предлогами, что бизнес надо строить, нужно привлекать инвесторов и так далее и тому подобное. Но при этом просто таким образом повышаются прибыли и поддерживается старая система. И что интересно, у нас вот недавние заявления как раз российских высших чиновников о том, что мы будем сокращать расходы на социальную сферу и увеличивать субсидирование мегапроектов каких-то. Это очень интересная политика, потому что это какое-то очень странное кинсианство. То есть вроде бы какие-то крупные проекты, которые должны дать стимул роста российской экономики, ну теоретически, а с другой стороны удар по потребителям. То есть это противоречивая картина. Вы, кажется, по-моему, так слишком далеко заходите, они, по-моему, о кинси никто и не слышал. Потому что все банально. Мегапроект, мегаоткат, все нормально. Ну да, безусловно. Ну так же получается? Безусловно, мегапроект, мегаоткат, но предполагайте, что большой проект легче контролировать и там будет теоретически меньший откат. Как, например, Олимпиаду в Сочи, большой проект. Да, да. Ну, одно дело теоретически, другое дело практически. Ну, а выгоды, безусловно, для кого-то здесь есть. Ну и, в общем, вот это вот решение о пайках, оно укладывается в эту систему. И вообще, конечно, было бы хорошо, чтобы у нас был иной план, да, потому что с этим планом мы через полгода будем иметь очень серьезные проблемы в экономике. Поскольку строительный сектор у нас практически встал и на поиски дня падения цен в банковском секторе серьезные проблемы. Вот как раз мы слышали в новостях о том, что Герман Греф сказал о сокращении, о необходимости снизить давление долговой нагрузки на семейные бюджеты. А он же не собирается, ведь кто на Сбербанк себе аккредитовал? Ну, Сбербанк аккредитовал по сравнению на небольшой процент относительно других, да. То есть Сбербанк же не выдавал кредиты по 350% годовых, как умудрялись некоторые структуры. Вот эта вот странная политика, она должна вроде бы поддержать. Василий, вынужден нас прорывать, мы должны уйти на новостной перерыв, оставайтесь с нами. И Данилу, и Екатерину, мы обязательно возьмем ваши звонки. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Пикин, директор Фунда энергетического развития и Василий Калташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Обсуждаем мы постоянно растущие цены на электроэнергию, и почему так происходит, и что нас ждет с 2014 года. У нас есть два телефонных звонка. Добрый день, Данил. Извините, что пришлось так долго ждать. Да, Данил, алло. Алло, здравствуйте, Степан Геннадьевич. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Степан Геннадьевич, хотелось бы узнать, вот в программе Натальи Метлиной была тема «Смело в ураган МЧС настаивать на обязательном страховании». Почему-то об этом ничего не было сказано в этой передаче. Я прочитал этот закон, это кабала. А еще раз не могли бы вы повторить, что вы сказали? В программе Натальи Метлиной, в утро с Натальей Метлиной на Финал ФМ была тема «Смело в ураган МЧС настаивает на обязательном страховании». А страхование чего? Опасных объектов? Не было ничего, да, строений. Ну оно же сейчас, а, то есть обязательное страхование. Вот у нас мы по энергетике сейчас разговариваем, но мы сделаем передачу на эту тему обязательно. Екатерина, добрый день. Добрый день. Вы знаете, у меня такой вопрос чисто технический. Как вообще, вот вы можете предположить, как это будет решено технически? Потому что у людей есть однотарифные счетчики, двух-трехтарифные. Вот нам, я живу в Москве, нам, например, за лето не пришел ни один квиток по электроэнергии. Мы платим сами. То есть они могут потом сделать так. Вот прошло три месяца, да, как будто бы ничего не расходовали, и потом за один месяц, на один месяц напишут всю эту электроэнергию, и получится, что, естественно, мы будем переплачивать. То есть вообще как? И мы будем обязаны идти в суд что-то там доказывать, понимаете? То есть совершенно непонятно, как это будет решено технически, даже в рамках больших городов. Я уж молчу про деревни. Вот. Ну вот, собственно, вопрос такой. Может быть, и риторический, но не знаю. Сейчас вот, Сергей, по-моему, такое невозможно. Да нет, на самом деле сейчас во всем России, не только в Москве, граждане могут сами снимать показания счетчиков и отправлять эту информацию по СМС, КМЧС, сайт, по-разному, до своей сбытой компании. Да мы с многосбытом, например, в Москве. И, соответственно, с этой информацией оплачивают ли ты энергию. Квитки не всегда сейчас приходят, это факт. Даже по себе знаю, там могут прийти, могут не прийти, но это не значит, что нет обязанности платить. Есть масса дистанционных способов оплаты, огромное количество, и тут все в воле, собственно, жителя, гражданина, как это делать. А как будет технически социальная норма определяться? Никуда бегать не потребуется. Это все будет делать сбытовая компания. В Москве, я говорю еще раз, Мосэнергосбыт, которая имеет все показания счетчиков за последний год. Она может оценить все эти параметры, и в соответствии с этими параметрами она может определить, какая будет, кто сколько платит. Естественно, нормативы будут задаваться мусульским правительством. Какой будет норматив, то вот эти социальные нормы 70%, 75%, 80%. Все это будет разнесено по разным категориям. Плиты электрические, газовые плиты, ветхая, неветхая, различные категории. Пенсионер, не пенсионер. И, соответственно, будут выставляться счета. Все, что сверх этого объема будет потреблено, и будет либо вы эту информацию сообщите, либо она будет дистанционно снята, либо придет раз в полгода человек и снимет эту информацию из сбытовой компании, обходчик этих счетчиков. Дальше будут выставляться эти счета на сверхпотребление по более высоким тарифам. Опять-таки, эти тарифы не будут в 2-3 раза больше. То есть, сейчас тут декларируется из разговоров в правительстве, это максимум 20-30%, но не 2-3 раза. Это предельный объем. То есть, никто не допустит, при том, что хоть мы... А здесь написано 2-3 раза. Ну, 2-3, написано, на заборе много, что написано. Именно никто не допустит сейчас вот именно такой напряженности. Поверьте. И, скорее всего, для среднестатистической квартиры и среднестатистической семьи ничего не изменится. Просто будет более сложная система оплаты. Они оплатили, потом пришла платежка, либо потом будет написано 0 за сверхпотребление, либо будет что-то... Сергей, ну, да, вот все-таки, у меня снова возникает вопрос, тот, который Василий задал. А зачем это делается? Чтобы вот как-то так вот придать какой-то социальный, что ли, статус небольшому увеличению нагрузки в население? Или... Вот смотрите, вы говорите, 20-30 процентов, да? И практически никто не будет платить больше. Среднестатистически. Среднестатистически. А тогда вопрос, вот смотрите. Насколько будет маленький регион, у которого будет свой тариф? Вот, скажем, Москву, понятно, да? Тут можно более-менее однородное потребление идет. А, скажем, если есть город, и вот, как радиослушатель взял вопрос, ну, село, скажем, да, где расходуется нет газа, и они, скажем, отапливаются в электроэнергию. То есть не получится ли так, что поскольку все это среднее, то люди, которые живут на селе, они просто не смогут платить. Зимнее время. Для села тоже есть коэффициент специальный. То есть это все будет отдельно. Но, наверное, в этом случае, вот как у радиослушателей было 15-16 тысяч, вряд ли он покроет, безусловно, потому что это реально очень много, большое потребление энергии. Но для села есть отдельный коэффициент более повышенный. Опять-таки, на самом деле, вопрос оригинальных властей. Любое начинание федеральных можно либо улучшить, либо испортить региональными решениями. В данном случае, кто сколько платит, будет определять регион. Либо губернатор будет идти в сторону популизма и делать минимальные соцнормы, точнее, максимальные соцнормы, да, да, и еще и увеличение тарифов. Тогда это никто не заметит. Либо, наоборот, он будет понимать, что, вводя соцнормы, он будет делать улучшение своей промышленности, она будет меньше платить, будет больше выпуск продукции, и регион будет расти. Сергей, а вы уверены в том, что, скажем так, если повысить тарифы для населения, то их можно будет снизить для промышленности? Можно. Ну, это здравый смысл, так говорит. А будет ли это сделано на самом деле? Ну, с точки зрения единого тарифного котла, если у кого-то больше, то у кого-то меньше. Вопрос другой. Будет ли принято это решение? Вот, я о чем говорил. Ну, естественно. Это вопрос к региональным властям. Здесь за регионы сложно рассуждать. Понятно. Так что, знаете, может быть, стоит идти работать не в «Газпром», а в «Сботовые компании». Нет, в «Сботовых компании» как раз денег особо нет. В «Газпроме» так в несколько тысяч раз больше. У нас есть телефонный звонок. Павел, добрый день. Добрый день. Так, добрый день. Добрый день. Я как раз работаю уже в «Газпроме» на «Газпроме» и в продолжении вопроса, что вот девушки предыдущие, то есть, про «Газпроме» на «Газпроме» уже, по-моему, лет пять это есть соцнорма, но вот никак не может решиться вопрос, что делать с зонными счетчиками, куда применять соцнорму в ночь, в день. Вот этот технический вопрос никак не решен. Решается ли он как-то в новом законе? Хорошо, сейчас. В постановлении об этом не написано. Это опять наотку будет региональным властям, как они будут определять свои тарифные решения. Но вопрос понятный, да, действительно. Сейчас вот, как вы знаете, не только с 1 января следующего года вводится, но вот с 1 сентября этого года тоже есть тестовые регионы, где будет вводиться соцнорма. Я думаю, как раз за вот эти несколько месяцев, пока тестовая соцнорма будет вводиться, эти вопросы должны найти свое отражение уже в методических указаниях по расчету данных тарифов. Потому что это еще касается, между прочим, и воды с 15-го года. По воде еще решение пока не принято в виде нормативного акта, но это обсуждается действительно. Но в воде все гораздо интереснее. Потому что если политически у нас есть счетчики, есть от чего мерить, то по воде подавляющего большинства до сих пор счетчиков нет. Меряем на человека в данной квартире, и соответственно, здесь стимул один, к чему, я понимаю, правительство идет, это поставить 7 счетчики. Те, кто не поставил счетчики, то у них будет самое негативное положение в этом. Так и сейчас в Москве если нет счетчика, там расход получается по 10 кубов, все на тебя списывают. Да, да. Поэтому есть выгода поставить. А вот у меня, кстати, идея для правительства. А если ввести еще налог на воздух, как в Чиполино? Слушайте, дикие бабки. Степан, у меня есть другая идея. Берете средний объем легких, среднее количество вдохов, выдохов, ставите счетчик. А если подписать такое поставление, которое бы начало проверку энергетических компаний всего блока под общественным контролем и выявило, сколько же у нас на самом деле стоит та самая электроэнергия, которая теперь по пайкам еще будет. Ну вот же здесь недавно случай был, 50 миллиардов рублей вывели, нормально сидят в Лондоне управляющие. Три. И не жалуются на климат. Кстати, про общественный контроль. Можно, реально можно. И более того, есть такое поручение внутри правительства создать соответствующие советы при разных естественных монополиях, которые бы смотрели за инвест программой, за то, как энергетические соответствия. Вопрос, насколько много они покажут эту информацию и как это будет все работать. Но поручение в принципе такое есть. Так что есть возможность, но как она будет реализована, это необычно. Сергей, ну понимаете, каждый раз, когда я слышу, о каком-то очередном общественном контроле, я, честно говоря, думаю, что это такой, знаете, бредовая идея, потому что, например, у нас есть прокуратура, да, у нас есть счетная палата, а что такое общественный контроль? Нет, имеется в виду контроль общественных организаций, реализующих. Общественная организация реализующая. А что они будут контролировать? Есть счетная палата, идет и смотрит себестоимость. Есть профсоюзы, например, если есть. Смотрит себестоимость, если по результатам отчетов счетной палаты и возбуждается дело прокуратуры. Нет, вопрос, смотрите. Разносу счетной палатки сейчас засекречен? Да. Есть масса проектов финансов, которые вложатся непосредственно в тариф. И потом идут инвестиционные составляющие. Инвестиционные составляющие, да. А вопрос, а надо ли там строить? А нужно ли в это время строить? А может быть через 10 лет построить? И надо ли столько строить? И вот это вопросы, которые могут обсудиться. Сметы это сложный вопрос, понятно, если же нужны другие специальные органы. Но по крайней мере на таком достаточно высоком уровне можно обсудить для отдельных регионов этот вопрос, это десятки процентов роста тарифа. Это не просто там сколько-то. Для федерации может быть не так много, а для отдельных регионов это очень много. И потом такие советы на оригинальном уровне, они могут сэкономить существенную копеечку для граждан и для потребителей этого региона. Ну, еще раз, ну, смотрите, общественный совет. Получается, что у нас местные и федеральные правительства не дееспособны, если все должно контролироваться еще каким-то, будет параллельное правительство, что ли? Открытое. Открытое. Вон есть, остался один этот самый открытый премьер, а где его решение? Короче, здесь неконтролируемая получается ситуация. Анна, добрый день. Очень спасибо большое за вашу передачу. Спасибо. Мы живем в Воронежской области, село. Значит, в дом подается вода пятиэтажная насосом, потому что без насоса она не поступает выше второго этажа. Мы платим за воду. Сейчас мы платим за общедомовые нужды по электроэнергии. И по общедомовым нуждам будут оплаты идти по повышенному тарифу. Но мы платим за воду, фактически, и мы ее получаем только с помощью того, что мы еще доплачиваем за насос. Вот как это будет? Это справедливо? Не говорите такие слова. Справедливость, ну что вы? Мы же давно должны были привыкнуть. Сергей, вот такая ситуация, да? То есть у них получается еще и вода, и электричество все будет дороже. По сути, да, у них и вода дороже становится, и они за это платят. И второй раз они платят электричество, которые тратятся на то, чтобы это воду закачать. Конечно, нет, несправедливо, но тут вопрос к региональным властям, даже к муниципалитету местному. А вот кто будет, какой вот самый маленький уровень, который будет устанавливать тарифы? Субъект Федерации. То есть на весь субъект один тариф? На весь субъект, а разные тарифы? Ну, с разными градациями. Разными градациями, да. То есть это вотчина губернатора, руководителя региона. Это его, и если что, вопрос к нему. То есть такие непопулярные решения даются на откуп местной власти. А все тарифы, большинство тарифов становится там. Федерация максимум дает пределы роста тарифов. Президент сказал, не выше инфляции. Не выше инфляции. А все остальное это губернатор. Вопросы к нему? Нет. Вы вынуждены прорываться на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». У нас в гостях Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, и Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации социальных движений. Разговариваем мы об электроэнергии и вообще, чего она так растет сильно. Вот я посмотрел на самом деле на загнивающий, разлагающийся Запад на американцев. У них случилась такая небольшая революция, да, сланцевая, которая не должна быть в природе. Как нам говорили. Цена на газ ушла в пол. Электроэнергия, цена на электроэнергию тут же свалилась. А у нас почему-то, вот у нас себестоимость добычи у «Газпрома», если не ошибаюсь, где-то 25-30 долларов за тысячу кубов. Но цены для населения, вернее, для промышленности, для населения, они подтягивают к европейскому уровню. Вот зачем это делается? Потому что, смотрите, вот если так порассуждать, может быть, я, конечно, ошибаюсь, ну, мы вступили в ВТО. Да, это удар ниже пояса для нашей экономики. Экономика у нас и так неконкурентоспособна, все это признают. Значит, вопрос, зачем еще больше увеличивать издержки производства, издержки экономики? Получается, выгоду получает только одна компания, да, которую пинают в Европе. Ну, ладно, оттуда нас погнали, мы будем доить население и местную экономику, что ли так получается? Нет? Я где-то ошибся? Политика негативная, и я считаю, что привязан к европейским ценам это вообще неправильная стратегия. То есть она была правильная, может быть, еще лет 10 назад, когда была некая стратегия на либерализацию всей экономики. Сейчас мы, понятно, уже к этому не идем точно. И сейчас задача именно выжить в конкуренции с миром, особенно при вступлении ВТО. И, на мой взгляд, правильнее как раз сейчас не к европейцам привязываться по цене газа, а может даже к американцам. Ну да, заниматься просто демпингом на собственном рынке. В Европе очень большой процент налога включается в цену любых тарифов, электроэнергия, бензин. То есть, когда у нас в России пытаются подвести под европейские цены, то то, что на Западе вот этот рост, он уходит в пользу государства в виде налогов, то же самое оказывается в руках российских компаний. Поэтому повышение тарифов у нас оборачивается новыми выгодами для, собственно, тех, кто эти услуги оказывает. А вовсе не для государства, потому что налогов у нас таких никто не платит. То есть все идет в одну копилку, в копилку «Газпрома» получается? Вообще да, во многом да. Хотя есть другие, конечно, компании газовые, но они в меньшей степени получают... Ну, у них же доля рынка-то в общем нет. Доля меньших, да, согласен. В конечном итоге получается, что это субсидирование как раз российских сырьевых монополий, прежде всего, через «Газпрома», в условиях, когда ситуация на европейском рынке ухудшилась, а в Китае пока все не так уж хорошо. То есть контракты вроде бы подписаны, но потока денег пока нет. Еще далеко до реализации эти контракты. Пока построят. Да, потока денег нет. Пока построят, пока получат. Только маневры морские проводят. Роснефть уже по 60 долларов продает нефть. Не, ну там проще, там проще. А вот в США... Когда цена на споте 100, али по 60. Молодцы. Про США вы совершенно правильно сказали. Вот мой коллега, американский экономист Алан Фримен, участник международной инициативы по глобализации. Он сказал, что после, как раз после Сланцевой революции, он перестал замечать зимой плату за отопление. Вот как раз он живет в Чикаго, и он сказал, что прежде это была колоссальная проблема, а теперь ее просто нет. Поэтому даже вот как раз такие решения, они, конечно, открывают возможности. И в России, на мой взгляд, необходимо ставить вопрос о том, чтобы снижать тарифы и снижать плату. А не обеспечивать механизмы повышения, или как раз какие-то хитрые механизмы, такие, как вот, например, мы видим как раз пайки эти, да, энергопайки, которые в конечном итоге приведут к росту цен, а правительство раздет руками, и местные власти тоже раздет руками и скажут, мы ни при чем, мы ни при чем. Да, виноват Газпром. Да, виноват. А, собственно, тот, кто виноват, тот получит деньги. А население вынуждено будет платить и будет говорить, а это справедливо? Конечно, несправедливо. Не нравится счет, включи телевизор, посмотри на Халка. Абсолютно. Ну, так получается. Только это не решение, это как бы зрелище вместо хлеба. А толпе нужен и хлеб, и зрелище. Если что-то не хватает, получается бяком. Если хлеба не хватает, чего-то не хватает, то растет недовольство. Поэтому все эти меры, они, конечно, очень непопулярны. И эти пайки, они тоже вызовут, я думаю, определенное отрицание, когда это дело пойдет в практическое русло. И я полагаю, что в сумме население, конечно, свое отрицательное отношение к этому всему выскажет. Тем более, что экономическая ситуация ухудшится. Все эти меры, они не улучшат ситуацию в экономике. А мы как раз вот на понижательном тренде теперь. Слушай, у нас телефонный звонок. Добрый день, Александр. Степан, вот попробую сейчас универсальную такую схему привести. Вот откуда вообще, почему цены все время растут, да? Вот представьте себе, владелец там, ну, грубо говоря, там того же самого Газпрома или еще чего-то, да? У вас там прибыли очень большие, 400-500 процентов. Вот, вы их всячески распределяете через дочки, там, через сыновей и так далее, тому подобное, чтобы скрыть эти прибыли. Вот, и вы в какой-то момент обнаружите, что у вас не 400 процентов, а 300 становится прибыли. Вот, и вы начинаете искать всяческие способы, чтобы просто компенсировать. То есть, вы не думаете, что 300 – это тоже нормально, ну, ничего, можно с этим жить как-то. Вы берете и начинаете просто компенсировать. И вот какой я выход вижу из всего, из этой ситуации? Нужно, значит, чтобы был жесткий закон на сверхприбыль. Это раз. И закон о всяких дочках, о посредниках, о количествах посредников, и сколько может отличаться цена там от в начале, от цены в конце. Там, допустим, 20 процентов и все. И, может, и хоть миллион посредников, но вот 20 процентов и все. Правительство все это понимает, естественно, прекрасно. Ну, они сами владельцы там всех этих крупных предприятий и опосредованно, и на самом деле. Поэтому вот это вот все говорили, просто мы стрясаем воздух тут, плачем все друг другу в жилетку. Я предлагаю закрыть передачу. Защибонных брать надо и говорить, ребята, блин, давайте делайте что-то, кончайте нам трахать мозг тут. Мы сами прекрасно все понимаем. Просто вот надо долбить вот в стену, вот как долбят там в Европе, в Америке. Пардон, пардон, пардон. Понимаете, в Европе и в Америке там ситуация несколько проще. У них хоть есть какой-то формальный выбор, да? Не понравилась партия? Убрали от власти. Не факт, что что-то изменится, но, по крайней мере, с возможностью выбора. А у нас есть цик с волшебником. О чем вы говорите? Надо действовать все равно, потому что они так и будут за хребетники сидеть. Они доведут потом, просто доведут до такого состояния, вот народ чуть жив, и ладно. Остальное их вообще не будет волновать. А потом они просто свалят куда-нибудь, а мы останемся в корыто, блин. Народ же безмолвствует. Безмолвствует. Поэтому... Ну, поэтому просвещайте народ. Ну, вы что, сказали, что хватит плакаться, закрыть передачу? Нет, нет. Я говорю, хватит плакаться, надо действовать. Я в этом смысле. Хорошо. Будем искать Минина и Пожарского. Среди вас нет таких? Все так поникли, ужались. Ну, князь это точно нет. Знаете, ни один нормативный акт не может подменить конкуренцию. Какое бы хорошее правительство ни было, оно всегда будет действовать по некой уже выстроенной стратегии, возможно, даже не им. И сегодня появились, к примеру, Америки, Европы. Почему там падают цены, когда что-то открывает... Нет монополизма. Монополизм есть время от времени везде, особенно в сетевом комплексе он точно всегда есть, потому что вряд ли две сети построят альтернативу. У них были эксперименты с демонополизацией, закончились плохо, именно сетей. Нет, они тоже пришли к тому, что рынок в этих отраслях не самое лучшее время, но все-таки у потребителей всегда выбор, получать газ и электричество в одной компании, либо в другой. Почему он получает? Потому что оно либо зеленое, либо оно дешевле, либо платежи удобнее осуществлять. И зеленым это вы хорошо сказали. Да, на самом деле это реальный выбор у многих европейцев, потому что оно якобы зеленое. Хотя какие бывают зеленые электро... Электроны я не видел, честно. Но, видимо, бывают. Бывают зеленые человечки. А у нас нет такого выбора. Мы все привязаны к кому-то, знаете, как вот некие крепостные. Пока такого выбора нет, развитие конкуренции, все так и будет. Невозможно, говорю, придумать правительству, программу, давайте уменьшить посредников, еще кого-то. Это не работает. Проходили миллион раз. Даже в 90-е годы были попытки создать такое законодательство. Не работает. Только убрать от руководителей, принимающих решения, от этих решений и отдать откуп рынку. Вы же не ставите вопрос, почему картошка сегодня стоит столько-то или столько-то? А потому что рынок картошки такой. Да, там есть посредники. Да, там есть оценки. Можно выращивать на разных полях. А вот как насчет генерирования? Поэтому здесь очень сложно. И сети параллельно тоже не поставить. Есть альтернативная генерация, есть солнечная генерация. Еще какая-то? Есть звонящий из Питера, у него заканчиваются деньги. Да, Юрий, добрый день. Здравствуйте, это Санкт-Петербург, Юрий. Очень интересная передача. Слишком поздно к вам. Колыбель. Колыбель. Из Колыбели нам звонят. Значит, я энергетикой интересуюсь давно, экономией. Наверное, с 2000 года. По поводу себестоимости могу буквально сказать два момента. ЛАЭС продавала в 2000 году энергосбыту по 25 копеек, а населению доходило по 55 копеек. Теперь у нас такая ситуация. Избыток электроэнергии, насколько я понимаю, продается в Финляндию сейчас. А, у Юрия закончились деньги, суть бы все. Он так и написал. Могу с вами практически завершить его вопрос, да. Он говорит про Ленинградскую атомную электростанцию, которая действительно является очень дешевым источником энергии. И сейчас достаточно большой поток энергии идет в Финляндию. Это факт. Гораздо больше, чем в Китае. В разы больше. Туда и древесина идет, кстати говоря. А зачем в России ее обработать? Не обработанная. Да. И действительно, для региона нахождение атомной станции практически никак не влияет. На то, что дешевле тариф или дороже. Именно в силу того, что сейчас все тарифы, они завязаны в некий общий федеральный котел, и они оттуда идут. То есть, неважно, есть ли там атомная станция, гидростанция или еще что-то. Просто вот тарифы так и получаются. Поэтому, действительно, здесь, вот при данном регулировании, так все устроено. И какие бы правительство решения не принимало, компенсировать еще что-то сложно. Потому что конкуренции здесь нет. А создать конкуренцию вообще возможно, на ваш взгляд? А зачем? Понимаете, Степан, вот... Это чисто гипотетический вопрос. В Европе это удалось, Америке удалось. Гипотетически возможно. А реально, это уже вопрос политической воли. А, да, то, чего у нас не платят. А политическая воля определяется экономическими интересами. А когда норма прибыли снижается, экономические интересы, они начинают так сильно давить, что очень хочется опять все повысить и ничего не демонополизировать. Ну и тем более не снижать никаких целей. То есть, у нас практически получается бесперспективная ситуация. Все как всегда. Серьезно, каждый раз приходят эксперты. Как все хреново. Спрашивают, а как нужно сделать? А нужно сделать так, так, так. А вы уверены? Да, уверен, мы все просчитывали. Почему не делается? Политическая воля. На самом деле, я думаю, что в свете того, что создадут, надеюсь, эти общественные советы, и... Ну, у нас есть совет по правам человека, есть открытое правительство. Ну и что? Нет, какие-то вещи там обсуждается. И даже что-то принимается. Просто это... А они отслеживают, чтобы кто-то не закупил себе ленд-крузер с каких-то чиновников. Пусть ездит на УАЗе. Это замечательно. Потому что это более все заметно. Да, можно всегда говорить, везде ходить. О, мы не дали купить ленд-крузер, он ездит на УАЗе. Ну что ж, на этой веселой ноте приходится завершить нашу программу. У нас в гостях были Сергей Пикин, директор фоноэнергетического развития, и Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации социальных движений. Всего вам доброго. Удачи. И вот совет тоже такой, платите всегда по счетам. У нас патриарх сказал, нужно обслуживать кредиты, всегда платить ставку ростовщика. А я говорю, платить по счетам. Удачи. Удачи. Удачи.